всем привет мои подписчики и гости моего канала сейчас мы будем приступать к пересадке наших растюшек сортовых которые мы получили и буду частично показывать пересадку вот мы уже вы вытащили с горшочка одну растюшечку это у нас соло юкидан вот не знаю как мы сейчас будем выбирать или нет такой уже спрессованный здесь как брикет какой-то ну да все таки освободим сейчас мох и будем дальше продолжать посадку и так мы на дно горшочка ложим кору обычную сосновую кору ну а потом кокосовые чипсы насыпаем кокосовый чипсы так что было все видно сожалению свет уже какой есть фонарики забыла включить вот таким способом таким методом сегодня в роли оператора в очередной раз сверху еще так покажу на этих растюшках мы все-таки еще применяем смешанный тип не полностью чист чисто кокосовые чипсы вот там всего лишь на дни кора муж наконец-то дождался своих любимых растюшек долгожданный поэтому весь процесс я ему предоставила сейчас он это все разровняет это на данный момент у него в руках соло юкидан вот которая уже цвела и небольшой сюрприз я обнаружила да я попробую показать если получится поближе тут немножко зарылась вот здесь как бы показать поближе здесь у меня в листочке какой-то сюрприз сейчас я его сфокусирую и вот наш сюрпризик в пазухе листочка не знаю цветонос это будет или корень так мы перешли к другой уже орхидейки 2 это у нас иероглифика тут полностью мох с фану спрессованный но мы решили его так и оставить показать сейчас муж пока делает дырочки в горшочке этот горшочек у нее маленький мягенький вот такой вот весь прям с такой дырочкой вот пока мы мог не будем убирать временно это ее среда обитания он к ней привык пока для адаптации оставим как есть если будут какие-то ухудшения мы сразу среагируем и все это переделаем так теперь мы переходим к шанин квин такая у нас растюшечка так попробуй ты вытащить горшочка нет там она завнута что да я вижу вот здесь пальчиком можно отдавить немножко пожми пожмет такой стаканчик слегка надо размочить попробую размочить у нас приготовлен такой горшочек это уже был уж на набрали дырочками тут подъемчик внутри вот имеется сейчас покажу вот у нас две растюшки уже посажены это у нас со гайки да с таким шикарным листиком и наша ядроглифика вот так она выглядит тут в перемешку кокос на дне мы оставили кору сосновую и чипсы добавили все это будет сейчас еще промываться пропитываться и будем продолжать наш процесс посадки на дно мы кору подбавляем подсыпаем растюшку сейчас вот этот подожди я опрыскаю перекисью так же как и все остальные хорошо пропишите вам обрабатываю не жалею не стесняюсь чтобы она лучше перенесла адаптацию и поборолась со всякими недугами если у нее там есть как это нормально и и опрыскаешь здесь еще давай все я ее опрыскала вот мы не будем дожидаться пока она все прошипит она прошипит уже вместе с корой внутри вот и сейчас я подержу поднимаю поднимаю глубоко не глубоко надо еще нужно давай у нас подавая чуть-чуть уберу а ты насыпешь что так у нас уровень будет нормально еще чуть-чуть нужно давай еще не надо не надо ну все поставил по-человечески я держу туда сместила сместили она сюда центра горшка вот все стоит вот держу как у тратники быстренький обзорчик быстрая посадка на скорую руку хотя в этом торопиться нельзя нельзя но у нас есть еще другие сегодня дела поэтому все скоростях делаем попыхах я убираю и вот таким образом мы делаем посадку древесный угольный не применяем мы его заменили перекисью водорода 3-поцентной периодически обрабатываем перекисью растяжки пока на данный момент я бы не я не вижу каких-то серьезных проблем и болезни у растюшек так что у каждого свой метод каждому нравится свое вот вот поставлю я поближе покажу еще вот так вот у нас выглядит со всех сторон это все тоже сейчас обмоется все почистится и будет почистится и будет выглядеть великолепно это у нас была растяжка шанин клин для бирочку поставлю чтобы не потеряли не тени ой господи какая-то она загнутая это бирочка уже вот так сейчас поставлю все пусть пока так стоит ну переходим к нашей большой растюшки сейчас мы таким же способом ее вытащим из горшка смачивать да все сейчас вернусь вот мы ее немножко смочили для того чтобы вытащить и смотрим корешки дай мне эту бирочку да сейчас мы будем обрезать то ненужное которое ненужное сгнившая пропавшая вот и я пошла за чипчиками так ну вот я взяла чипчики швейные мне так удобнее сейчас покажу на камеру как выбираете крышки вот здесь вот так я уберу это можно прижечь это место зеленкой но мы еще раз повторюсь зарабатываем это все перекиси водорода мы заодно полностью все прочитаем опрыска сразу же продезинфицирую всю растюшку сейчас я ее поверну вот так поближе листья это еще видно там где она выращивалась какой корешок у нас видите там все белеет и шипит не надо будет сейчас добавить перекись потому что уже закончилась сейчас новую заправлю перекись и дальше продолжим вот как можем наблюдать тут уже пошло беленькая это уже шипит сожалению камера не фокусируется так как бы хотелось она уже там шипит все мы обрабатываем вот это черненькая подозрительно мне что это такое все его так ноготком сняла и тоже перекись сейчас это обработаю не было никаких все со всех сторон и и обработали этот листик был уже видно давнишнее повреждение данное такое даже подсохшее корешки у нее здоровенькие хорошенькие ну кое-где чернота она очень редкая я не думаю что она будет сильно распространяться и вредит растению поэтому сейчас я немножко еще покажу корешки вот у нас беленькая уже шипит все все неприятности наши шипят все пусть она еще полежит пока муж делает в горшочке дырочки для аэрации лучшей чтоб она лучше просыхала сейчас вернемся это у нас растюшка орхид волт я еще полюбуюсь пока муж бегает где-то вот ой вытяжку забыли выключить думаю шум и шумит сейчас пять сек о я извиняюсь за посторонний шум в кадре вот у нас было повреждение но это старое повреждение сейчас еще белый осмотр на всякие тяточки посмотрим на листики что у нас имеется поскольку я уже опрыскала может особо и не видно ну как бы пятнышки эти я бы не сказала что очень плохие вредные просто я их заметила как-то но опять же таки я так понимаю что это давнишние пятнышки и совсем не представляют для орхидеи никакой угрозы потому что на наружной стороне оно никак не проявляет себя вот ну будем наблюдать думаю ничего плохого с ней не будет ой корешочек появился появился корешочек в кадре пока я ее дербанила она уже вся рассыпалась в руках у меня этот мох чуть-чуть размочился и вот у нас такие вот корешки сейчас надо будет еще тщательнее пересмотреть такое ощущение что это заломы и причем серьезные заломы сейчас еще сможем посоветуемся и будем решать отрезать их или так оставить вот этот наверное сейчас тоже срежу и опрыска пока это все у меня в руках пока я это все могу сейчас сделать вот так до живого чуть-чуть и сразу опрыскаю все все поскольку я опрыскаю это все перекисью водорода может быть даже и не стоит сильно чего-то там вредить резать клупать вот может быть все оставлю в таком как говорится первоначальном виде вот все вот так мои дорогие зрители и гости моего канала сейчас будем следующую пересаживать она у нас уже последняя до осталось все ну вот мы уже посадили орхидейку последнюю это из заказа микки орхид вот даже сайт есть кому интересно можете на паузу нажать сейчас вот так на паузу нажать и почитать если кому интересно некий орхид ой орхид волт сейчас бирочку поставлю хотя нет я специально приготовила вот эти вот не промокающие с этого такие вот у нас будут стоять надписи с другой стороны поставлю сейчас вот я ее покручу у нас такой корешочек тут здоровенький красивенький мы его оставили как воздушный тут у нас в перемешку уже и кора и мох уже остатки но мха очень много и кокосовые чипсы все в перемешку так у нас будут выглядеть корешки в горшочках отдельно еще будет у меня полный осмотр полный и частичный осмотр орхидеек после пересадки вот сейчас муж пойдет польет их методом погружения полив у нас осуществляется я уже говорила в последнем видео что метод погружения полива мы для орхидеи используем только тогда когда посадим новую орхидею ну да когда садим новую орхидею или пересаживаем с горшка в горшок ну на сегодня все вот такие вот у меня новости извините что все в попыхах все вкратце все сбито скомканно но к сожалению времени уже нет очень хочется кусать муж уже нервничает поэтому спасибо всем за просмотр кому понравилось видео ставим пальчик вверх не забудьте нажать на колокольчик а также подписывайтесь на мой канал и не забудьте поставить галочку об уведомлении моих новых видео а также хочу попросить ваших комментариев ваших советов вашего мнения не помню по-моему Тати Смайл девочка Танечка ее по-моему зовут у нее тоже есть орхид Волт там тоже замечательное видео будем тоже за ней наблюдать как у нее все это происходит вот спасибо всем огромное хорошего настроения пока-пока